Пятеро, которые, да, наши, как бы, постоянщики пятеро, ну, вы знаете, да, вот, наши пятеро должны вчера к нам на завод попасть, не попали. Все забрали. Отсюда, что ли, забрали? Прямо отсюда, вот. Во сколько? Да, вот автобус, сейчас время сколько, где-то без 28, вот, автобус подъехал, ну, который развозят, вот, вот. Нелегалов всех забрали, да? Да я не знаю, но это в России так называют, ну, да, ну, да, один человек сегодня, ходишь, зашел. В статском, да? Да, ну, просто, вот, человек простой, без формы, без формы, они же без формы ходят, да? Да, один человек зашел, на задней сиденье сел, вот, и раз в чате, ну, всех, вот, ну, как обычно, и даже новенький, вот, которые вчера со мной, ну, должны, вот, работать, новенький, вот так вот посчитал, все, вот, раз его увидел того человека, ну, незнакомый, ну, как звать, да, кто ты такой, ну, типа, выходи, он раз, ну, это вот так вот посмотрел, вот так, потом еще женщина зашла, ну, спросила, и все. Сколько всего их было? Где-то два, три, четыре, пять. Нет, не наших, а эти, миграционных служб. Мегрешки сколько было? Я и считаю. А, пятеро было в Хиросеве. Вот, гражданские, женщина, женщина, мужичок, десять, это семь или восемь человек. Две женщины, пять мужиков? Да. А полиции не было? Нет, не было. Ничего себе, да. Ну, все уже офигелось. Вот, вы же свидетелем вчера же были, как вчера все происходило. Женщины тут стояли, потому что с той стороны тоже иммиграционка, дверь была закрыта. Да, не поскали, не выпускали. Да? Вот, свидетели. И увезли, да, все их? Да, в наручниках прям вообще, по парам. Полиции не было? Нет. Ну, это же иммиграционка. Ну, там уже никуда не убежишь, да, уже с автобуса. Нет, конечно же. Это иммиграционка службы. Это не то, что полиция, а вот именно иммиграционка службы. Был же закончен со 2 марта по 30 апреля, вот, там будет охотиться на пульпоку. Вот в этом году. Даже еще в прошлом году говорили, что в этом году весной, даже весной, вот, со 2 марта по 30 апреля в год. И вот. Еще осталось несколько дней, да? Все не кое-что, 29? А, 28? 28 апреля. Я говорю, вот, на этой неделе, вот, в среду, меня остановили, спрашивали одежда. Вот, национюки. Национюки? Ну, да. Я, вот, сегодня утром сказал, что я, вот, после работы иду, иду, раз меня, вот, остановили, одежда спрашивали. Во сколько? Часов 7 или 6, что ли, где-то так, ну, после работы. А, после работы? Да. По 6. Один или двое? Сначала один, потом, и потом, вот, следующий сразу вдвое, вот, вот, так вот, сразу, айди, айди, айди. Автобус подъехал, большой, есть же такие маленькие, а есть же, большие. Автобус подъехал. Садись, говорят. Да, дверь открыл, сразу трое туда зашли, иммиграционка, слушай. Дверь закрыли, и все, и давал у всех спрашивать одежды. Я вот так спокойно иду, иду, дверь открывается в 10 человек в наручниках. Уже там сидели, да? 10 человек в наручниках выходили. А, выходили? А, с автобуса. А, с автобуса? Вот там. Спасибо. Я вообще думал, что мало здесь. Сейчас жесть, блин. Ужесточили. Один же убежал же, один, с хвасонга. Да? Россиянин, блин. Ну, а потом его поймали же. Да, потом его, он утром сбежал, а вечером его поймали, блин. Ну, там полиция, там, я читал. И вот из-за этого и началось, наверное, да? Да, вот так вот. Что-то он там, говорят, начудил, да. Да, он что-то в другом городе натворил дело, вот. Потом, он еще придется не уникально здесь. Да, его поймали. И вот в дальнейшем его в корпоратуру выдал, вот, отправили. И вот так вот. Можно сказать, бить. Ну, тут-то по-любому его будут ловить уже все. Да, конечно. Если это, это, правонарушение он сделал. Перестанка не работала. Какой-то, какой-то я не плачу. Я раз, когда я поеду. Посмотрим что здесь, впервые здесь покажу если получится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приятного аппетита! ДимаTorzok 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 Лугается постоянно Ну я ему долгинец Манон дал мне 10 долларов На дорогу Он говорит Лапши себе куплю На выходные говорю Да, может две пачки лапши купить Ну так поугарались Он поехал домой Посадил его на особо Поехал домой Такие вот дороги Такая бывает в этой Корее Да Кому-то вкатывает, кому-то не вкатывает Ладно люди, не знаю что там Все то же И то что и вчера было на этом заводе Показывать особо не то Но если будет что интересное, то покажу Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Устанавливайте уведомления Пишите что-нибудь в комментариях Домой отправили Домой отправили Работы нет, домой отправили Вот так бывает Вот так бывает Стою на остановке Ладно, суббота Отработал я На прошлой неделе И вот Суббота Отдохну Суббота Увидимся Отправили Отправили домой У меня и молодого Дождик вроде Охлабевает Пока что-то Охлабевает Суббота Охлабевает Суббота двоих отправили домой на двоих туда ну ладно а отдохнуть надо впереди бузню всем привет хочу поделиться с вами новостью фрукты ремонт апельсины лекарства короче нарвать я заразился коронавирусом поскольку неизвестно почему туда набирает людей или столе там нелегалов понимали потом кто-то заболел короной понимаете они же не говорят вот эти вот помогайте которые дают объявление в телеграме ты туда приходишь не знаешь вообще какая там ситуация и вот в общем попал заработал я там 120 на следующий день ночи у меня поднялась температура 39 ты позвонил на работу говорю так и так так и так заболел говорю еще не знаю чем заболел утром не выйду я два дня не выйду и пошел в девять утра в больницу в больнице сделали тест тест положителя коронавирус болею впервые ощущение я вам скажу очень приятно не болейте этим вирусом не болейте когда носите маски там вот этот протирайте спиртом все стерилизуйте руки вот так бывает на арбайтах идешь туда и не знаешь что тебя ожидает сейчас температура у меня 39 давление 160 чем это закончится буду выкарабкиваться лучше из этой ситуации короче пошел я на арбайтсус по 120 потерял я в пять раз больше если не в 10 не знаю чем если вообще еще выживу от этой хрена потому что такое короче это мучение это самое странное у меня кости болят спишь на боку болят кости переворачиваешься на другой бок тоже болят кости и вот так вот ерзаешься ерзаешься и не спишь всю ночь и теперь там еще на работе умеешь туда день пошел уже больной у меня там уже температура была уже там температура может там этих заразился своих коллег своих напарников одного напарника вот что такое арбайт по телеграмму не буду ее осуждать эту по мазайку короче которая меня отправила главное коронавирус пережить сразу я изолировался дома здесь у нас аргентическая аспартия мастер бедро я ему себе забрал жену отправил спать в зал изолировался детьми не общаюсь вообще дверь закрыта окно открываю вот это вот и днем открываю окна здесь ничего нету как вот в обычных корейских этих ванрумах у меня здесь парня ничего лишнего нет ну и пишу статью статью пишу будет время ну вдруг помру короче хочу сказать о себе я кандидат экономических наук экономист востоковед сейчас работаю над статьей не над статьей а над главой монографии в этом институт востоковедения российской академии наук в москве попросили мне написать про экономику кореи я вот уже два месяца пишу статью до двадцатого мая надо отправить не знаю как с этой коронавирус я фактически вы все написал что вы знали кто был ваш облогеров по которого вы троллили постоянно в россии я работал старшим преподавателем двгту имени куйбышева потом этот двгту политех преобразовался в двг оттуда после защиты я уволился и уехал в корею по семейным обстоятельствам было садик короче с анки садика не было в уссурийске знаете садика пришлось ехать в корею здесь устраивать в садик ну рассказываем о себе будущее так немножечко рассказывать и показывает процесс выздоровления коронавируса может быть выкарабкались то сказали неделю здесь быть дома неделю в изоляции и пить лекарства и красном ней что-то они не помогают приходится пить парацетамол вот и короче хочу вас предостеречь арбайт это очень серьезная такая рисковая штука можете попасть там потяжело если особенного нелегал мозг вас это депортировать если вы легал можете там или заразиться или получить раму поэтому будьте готовы ко всему на арбайтах арбайтах будьте готовы все это очень серьезно если я неделю пролежу дома семь дней то есть я заработал 120 а потеряю я 900000 это если они мне сказали если будут ухудшения приходите вас и заливаем с легкими вроде нормально все кашля нет просто боли какие-то адские это в костях ладно берегите себя сегодня 1 мая а нет вчера было 1 мая вчера я не пил поскольку я уже этого вчера себя чувствовал плохо повод был выслуга лет с 1 мая у меня составил 10 лет после работы 10 лет в электронике на заводе специалистом по качеству я уже получаю буду иметь минимальную пенсию которую мне будут оплачивать при наступлении пенсионного возраста если я пойду в россии туда бы перевозить все штаты туда вы перевозить или здесь сумма небольшая там и она не пожизненная сумма в пределах того что вы накопили 20 тысяч там 30 тысяч долларов накопили вам по 500 баксов в месяц отправляют все когда закончатся эти деньги вам ничего не будут отправлять вот такая вот несовершенная пенсионная система а в южной кореи несовершенная система поэтому приходится пахать пахать до до тех пор пока сможешь пока записывает ладно берегите себя всех поздравляю с прошедшим днем солидарности 1 мая крепкого здоровья уважаемый трудящийся вот будем держаться и выздоравливать